Всем привет, дорогие друзья автомобилисты! Совсем недавно я выпустил видеоролик, в котором рассказывал о том, насколько опасен гидроудар. То есть, если мы, допустим, попадем в какую-то глубокую лужу, во впуск попадет вода, и, соответственно, конечно же, это может привести к разрушению двигателя. И вот мне в комментариях человек один задал очень интересный вопрос. Вопрос звучал так. А может ли пробитая прокладка головки блока цилиндров нанести такой же ущерб? То есть, привести к гидроудару? Сегодняшняя тема видеоролика именно об этом. Давайте разбираться. Друзья мои, конечно же, теоретически, когда попадает вода или, допустим, антифриз непосредственно в камеру сгорания, это может привести к гидроудару. Но почему не приводит к гидроудару пробитая прокладка? Вся проблема в том, что прокладку не может сразу пробить настолько, что такое большое количество жидкости попадет непосредственно в камеру сгорания. Не может такое большое количество жидкости сразу туда попасть. Прокладка головки блока цилиндров повреждается постепенно. Получается так, что появляется очень маленькая дырочка, через которую разрежением начинает втягивать антифриз или воду, в зависимости от того, что у вас залито в систему охлаждения, непосредственно в камеру сгорания. После чего это отверстие начинает увеличиваться постепенно и доходит до такого момента, когда топливная смесь уже не воспламеняется. Поначалу при малых объемах попадания охлаждающей жидкости непосредственно в камеру сгорания, соответственно начинает появляться пар в выхлопе, всех кто сталкивался с этим наверняка это знают, она сгорает вместе с топливно-воздушной смесью. Но позже жидкости начинает поступать большее количество, перестает зажигаться топливно-воздушная смесь и двигатель начинает троить. Тут неизбежно человек начинает обращаться в сервис. Поэтому, друзья мои, пробитая прокладка головки блока цилиндров привести к гидроудару практически не может. Теоретически вроде как должно, но на практике я ни разу не сталкивался с такими проблемами. Обычно двигатель начинают ремонтировать именно после появления обильного пара на выхлопе и соответственно двигателя, который троит. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно ответил на ваш вопрос. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, дорогие друзья, задаем вопросы в комментариях. Всем пока!